Наслаждение и опыт. Наслаждайтесь тем, что вы делаете. Для того, чтобы наслаждаться и получать удовлетворение от наслаждения, необходимо воспитание, так как невозможно достичь удовлетворения или свободы от объекта наслаждения на расстоянии. Нельзя научиться плавать, не входя в воду. Один раз истинно испытанное наслаждение может принести удовлетворение, которое могут не дать и тысячи раз. Любить и получать наслаждение можно только от того, что ваше. Вы не любите то, что не ваше, то, что вы делаете по приказу, по принуждению. Никогда ничего не делайте, не любя и не получая удовольствия. Действуйте только чувствуя, что ваша деятельность что-то вам приносит. Подлинное наслаждение Бхога и поверхностное наслаждение Упа-Бхога. Бхога означает подлинное наслаждение или опыт прохождения через него. Оно отличается от поверхностного наслаждения Упа-Бхога. При поверхностном наслаждении есть контакт с объектом и с удовольствием, связанным с ним, но без осознавания получаемого удовольствия. Различие между уносимым течением и плывущим по течению. Когда человека уносит течение, он беспомощен. А когда он плывет по течению, то пользуется им для достижения своей цели. Подобно моряку, который ставит парус таким образом, чтобы плыть куда он захочет и не быть унесенным ветром и волнами. Плывущий по течению действует. Аналогично разница между подлинным и поверхностным наслаждением. При поверхностном наслаждении вас уносят желание. Неизвестна ни причина действия, ни в чем оно заключается, ни его цель, ни последствия. Если нет полного наслаждения от исполненного действия, то желание остается неудовлетворенным. Тогда на самом деле это не подлинное наслаждение, а поверхностное, лишь тень истинного наслаждения. Подлинное наслаждение или сознательный продуманный эксперимент необходимо не только в области приятного, но и в том, что вы считаете неприятным. Станьте сначала действующим лицом, карта, чтобы стать наслаждающимся, бхокта. Подлинное наслаждение – такое действие, когда действующий знает, что он делает, почему он это делает и что он от этого получает. В то же самое время он постоянно спрашивает себя, получает ли он действительно то, что хочет. Он действует и видит то, что делает. Испытывающий бхога, бхокта, находится в полном единстве с действием. Только тот, кто действующее лицо, карта, может стать наслаждающимся лицом, бхокта. Когда вы узнаете, что желание никогда не может быть удовлетворено. Только тогда, когда, предприняв все возможные усилия для его удовлетворения, вы поймете, что сделали все, что могли. Только тогда. Это все. А желание исчезает или уничтожается, когда достигается желаемое. И одновременно с этим становится ясно, что желание никогда не может быть удовлетворено до конца. Если эти условия не выполнены, то желание не уничтожается. Необходимость. Лень – это продукт или результат довольства тем положением, в котором вы находитесь. Если вам оно в тягость, то можете ли вы себе позволить лениться. Человек начинает искать неизменяющееся тогда, когда он попробовал и испытал то, что меняется. Конец трека. Нормальность и сверхнормальность. Нормальному человеку свойственно желать. У каждого нормального человека иногда возникает ощущение отчужденности, и он хочет этот пробел заполнить. Это нормальное желание. Нормальный человек – тот, кто способен быть в прямом контакте с окружающим миром. Он может с ним экспериментировать, получать от него наслаждение и видеть его природу. И тогда он может стать свободным от этого мира. Вы удовлетворены только тогда, когда вы действуете в соответствии с тем, что чувствуете, а не сравниваете себя с другими. Это первый признак нормального человека. Как только вы спрашиваете «почему», как только вы задаете себе вопрос о ситуации, в которой вы эмоционально встревожены, вы можете стать нормальным. Чтобы стать нормальным, осознайте ваши реакции и посмотрите, что это такое, где здесь истина и где отрицание. Нормальный человек – тот, кто может реагировать нормально, принимая вещи такими, как они есть. Он может быть терпимым, восприимчивым, расположенным к другим и может приспосабляться. Это качество нормального человека. Сверхнормальное – это нормальное в своей полноте или совершенстве. Общество. Для чего существует общество? Для защиты индивида и для его наиболее полного самовыражения. Общее и частное. Будьте верны самому себе. Другими словами, будьте верны тому состоянию, в котором вы находитесь. Смотрите, чувствуйте, действуйте в этих обстоятельствах и постарайтесь найти выход из сложившейся ситуации. Действуя так, от частного вы придете к общему. Или частное станет общим. Идите от частного к общему. Люди хотят иметь дело с общим, но важность частного в том, что оно здесь и сейчас. Ожидание. Старайтесь видеть истину различия. Это интеллектуальная часть. Ничего ни от кого не ждать. Это эмоциональная часть. Каждый различен. Как внешний мир может ответить на ваши ожидания. Получить желаемое совершенно невозможно. Может ли огонь быть прохладным, а перец не острым? Можно ли ожидать, чтобы это было иначе? Чтобы иметь лучшее представление о том, что такое ожидание, называйте его приятным или ожиданием приятного. Но приятное тоже форма отрицания. Невозможно ожидать вовсе. Так как ожидание находится внутри вас, а результаты зависят от внешних факторов. Вы ничего ни от кого не можете ожидать. Но так как склонность ожидать естественно, то ожидайте только одного. Ничего не получится так, как вам хочется. Я чего-то ожидаю от него, значит я даю ему власть надо мной. Освобождение. Быть свободным значит знать. Только знание освобождает. Надо знать, что такое эмоция, и тогда вы сможете стать свободным. Нельзя освободиться от того, чего вы не знаете. Быть свободным – это знать. Зная что-то, вы становитесь свободным от этого. Иначе нельзя. Что значит быть свободным? Присутствует что-либо или нет, вам это безразлично. Быть свободным от влечения к женщинам, значит, что вам одинаково безразлично, есть женщина или нет. Вы не испытываете никакого очарования и не стремитесь избежать чего-то. Зная, что перед вами огонь, вы не обожжетесь. Вы свободны. Вы можете пользоваться огнем, поставить его себе на службу, делать с ним что угодно, и при этом вы не обожжетесь. Таким образом, вы свободны от огня. Быть нейтральным и свободным – одно и то же. Вас это не затрагивает. Вы становитесь единым и беспредельным, потому что все то, что относительно, вас не трогает. Принятие всего таким, как оно есть, достигает своей высшей точки вне принятия ничего. Вот это и есть освобождение. Мукти. Единство интеллекта, чувства и действия Обладание сверхъестественными способностями, ситхи, указывает на то, что мышление еще не совсем исчезло. Привязанность находится в мышлении внутри вас. Вы не можете освободиться от вашей привязанности к каким-либо внешним действиям. Освобождение от мышления и эго Освободиться от чего? От моего собственного мыслительного создания, то есть от того образа, который я создал, вместо того человека, который существует на самом деле. Освободиться от того отношения к нему, которое я сам создал. Освободиться не от мира, как он есть, но от моего собственного мира. Если вы свободны от прошлого, вы совершенно свободны, и вместе с тем вы достигли безмятежности, бесконечности всего. От чего зависит освобождение? От силы и характера мышления. Следовательно, от силы вашего прошлого. Ибо мышление создается эмоцией, исходящей из опыта прошлого. Эго должно быть освобождено. А способ его освободить – это его расширить, удовлетворить полностью и целиком. Быть свободным – это только значит избавиться от сознания и претензий «я кто-то» или «я что-то собой представляю». Постепенное или немедленное освобождение. Действуйте постепенно. Сразу вы не можете измениться из-за силы инерции. Это тоже закон природы. Любое состояние не меняется мгновенно. Оно стремится удержаться. Если вы желаете что-нибудь изменить, старайтесь менять это постепенно. Кому-то понадобится один или два дня. Для кого-то достаточно одного усилия, и все кончено. Но невежество должно исчезнуть. Не придавайте значения продолжительности пути. Ваше право или, скорее, ваше привилегия трудиться до завершения работы. Сколько времени надо жевать? До тех пор, пока сам факт жевания не будет пережеван. Или когда уже нечего будет жевать. Работа будет закончена, когда не будет никакой необходимости, никакой потребности работать. Кому может прийти мгновенное озарение? К тому, кто к нему готов. Для него оно не мгновенно. Вам оно может показаться мгновенным, потому что он был готов получить то, что получил. Он готов. В противном случае озарение не продлится долго. Представьте себе, например, что эта комната была заперта 30 или 50 лет. И в ней царил полный мрак. Чиркните спичкой. Где тьма? Тьмы больше нет, даже если она длилась долго и была кромешной. Как только появляется свет, тьма сразу исчезает. Возможности каждого человека достичь реализации беспредельны, но вероятность ограничена. Освободитесь от ваших вероятностей. Каждая вероятность – привязанность. Освободитесь от всех вероятностей, и вы станете полностью свободным. Действуйте так, чтобы в итоге, где бы вы ни находились, вы чувствовали себя непринужденно в любой момент и в любых обстоятельствах. В любом месте вы у себя дома. Никакие условия вас не ограничивают. Вот что значит «беспредельные возможности». Что происходит после освобождения? Когда вы привязаны к вашему отдельному сознанию, вы совсем не можете представить или почувствовать то состояние, когда нет чувства отдельности. Несмотря на все ваши старания, вы не можете этого понять. Только аналогия может вам дать о нем какое-то представление. Говорить о состоянии освобождения вам в некотором смысле не под силу. Поэтому лучше об этом не говорить. Освободившийся и достигший безмятежности не может сразу изменить свое физическое тело. Оно здесь. Изменение исключительно внутреннее. Изменилось внутреннее расположение. На физическом плане изменения не происходит, хотя и есть какое-то влияние внутреннего на физическое. Но физическое остается таким, как оно есть. Изменение происходит только внутри. Каково поведение свободного человека? Он ведет себя, как полагается, в общепринятых рамках. Но его действия непосредственные и происходят сами по себе. Так как действующего лица больше нет. Он не действует, но всегда готов к действию. У него все устраивается само собой. Что вы такой, чтобы вмешиваться в происходящее? Мудрец. Мудрец совершенно пассивен и одновременно совершенно активен. Таким образом. Он пассивно активен. Когда достигается совершенства? Когда вы видите, что все нейтрально. Действие соответствует условиям. Действие соответствует условиям. Кажется, что свободный человек действует, но это не так. Действие происходит само по себе. Так как он не ответственен. Он не действует по своей инициативе. Если нет чувства отделенного сознания, нет чувства эго. Ибо эго и есть чувство отделенного сознания. Тогда действие происходит, но без действующего лица. Действие произошло. Каким образом? Как того требовала ситуация. При любых обстоятельствах такой человек все делает играючи. Он везде у себя дома. Ответственность. Вы реагируете эмоционально, так как приписываете ответственность этому человеку. Он поступил так, а должен был поступить иначе. Но ожидаете ли вы ответственности от ребенка? Вы говорите, разве он мог знать? Ответственен ли он за этот поступок? Нет, он вне себя. Он беспомощен. Он сам страдает от своей неудовлетворенности. В конце концов, вы видите, что никого нельзя считать ответственным. События происходят, случаются. Враждебность приходит, когда вы возлагаете ответственность на другого. Отношения с другим. Любое отношение иллюзорно, так как предполагает раздельность. Каждый различен. Никто не может понять другого, поэтому отношения с другим невозможны. Все отношения в своей основе иллюзорны. Почему? Любое отношение создано вами. Потому что вы проецируете на него ваши чувства, и они к вам возвращаются. И все-таки без другого не обойтись. Я не могу обойтись без отношений. Это явный и простой факт. Я не могу быть один. Я должен завоевать другого. Я должен его принять. Это моя потребность. Сделать его своим и создать с ним отношения. Если у меня с кем-то какое-нибудь дело, тогда я постараюсь его понять. Что он за человек? Почему он именно это говорит? Как он держится? Каково его поведение? Я постараюсь все это узнать. Только тогда я смогу общаться с ним. А если я в этом не нуждаюсь, то просто достаточно признать, что он здесь. Он здесь. Каждый на своем месте. Отношение возникает, когда вы стараетесь кем-то стать. Супругом, отцом и так далее. У индивида нет отношений. Индивид – это человек, обладающий эго. Индивид воспринимает других отделенными от него. Поэтому он не может иметь отношения с другими. Любые отношения, не основанные на единстве, иллюзорны, так как их основание – эго. Эго – это узость видения. Единство – это реальность. Чувство единства в отношениях – путь к росту. Два потока не встречаются, а сливаются в один. Двойственность – это чувство отношений с кем-то. Жить в единстве – это не иметь никаких отношений, так как вы их все переросли. Правила поведения в отношениях. Покуда вы не почувствуете, он различен, он уникален, он существует по-своему. Не может быть никаких отношений. Он или она – просто такие, как он или она есть. Смотрите только на то, что есть. Вы не можете ничего создать воображением. Другая сущность – это просто другая сущность. Его или ее затруднения – это только его или ее затруднения. Никто ничего не делает для другого. Каждый делает все только для самого себя. Как у вас идут дела в вашей новой профессиональной жизни? Из письма ученику, открывшему свою фирму. Первое, что вы можете ожидать и принять – это нет. Да. Нет – это первоначальное нет. Это неизбежное нет. И потому этого естественного нет вы должны ожидать и принять его. Тогда и только тогда ваши отношения с людьми станут легкими. И вы сможете их склонить, насколько возможно, в вашу сторону. Не ждите ничего от другого, а пытайтесь увидеть, что он ждет от вас в данной ситуации. В чем заключается истинное отношение? Вы – отец. С чего вы начинаете? С сына. Вы – руководитель. С чего вы начинаете? С вашего помощника. Вы – муж. С чего вы начинаете? С вашей жены. Не с себя. Тогда эго-индивида сразу исчезает в ясном свете отношений. Отношение зависит от другого, а не от вас. Вы – это ваше эго. Чем больше вы участвуете в отношениях, тем больше вы становитесь свободным от узости вашего эго. Когда вы видите другого таким, как он есть на самом деле, вы его уважаете. Когда вы ждете от другого, чтобы он действовал так, как вам нравится, вы не уважаете ни себя, ни другого. Будьте требовательным, но не суровым. В чем разница? Быть требовательным – эффективно. Суровость выглядит эффективно, но вызывает сопротивление. Требовательность присуща самой природе. Суровость – только результат эмоциональных реакций. Когда вы требовательны, эмоции отсутствуют. Действуйте дипломатично, определенно, но мягко. Дипломатично – значит понимать личность другого так, как она есть, не раняя и не унижая его вашими объяснениями, но завоевывая его, принимая во внимание его чувства. Определенно – значит твердо стоять на своем, когда это правильно. Сталь упруга, но прочна. Мягко и не сурово – значит не ранить другого, приводя аргументы спокойным тоном, в располагающей манере, точно передавая вашу точку зрения, но в то же время показывая, что другой ошибается. Никогда никому не противоречите. Ключ к легким отношениям с другими – не навязывать свою точку зрения и не давить личность других. В отношениях с людьми, хотя вы относитесь ко всем одинаково, не действуйте одинаково. Различие остается, помните о различии. Когда другой высказывается. Когда другой высказывается, то скажите себе. Он стремится сбросить свое напряжение. Каждый говорит в зависимости от того состояния, в котором он находится. Действия другого не оказывают на вас никакого эффекта, если вы не сопротивляетесь. Он меня оскорбляет, говорите вы. Вас оскорбляет не его действия, а то, как вы его принимаете. Никто вас не знает, поэтому никто не может о вас ничего сказать. Каждый что-нибудь думает о вас и имеет о вас некоторое представление. Потом он высказывает мнение, основанное на своем представлении. Или, скорее, каждый видит не вас, а создание своего мышления. Почему это должно вас беспокоить? Молчите, как будто другие говорят о чем-то другом. Его выражение, как он выражается и почему – все это касается только его. Вам с этим нечего делать. Вы не можете подвергать это сомнению, потому что ваш собеседник уникален. Его выражение не может вас затронуть. Вы не можете подвергать сомнению выражение кого бы то ни было, но можете сомневаться в его высказываниях. Мнение других – самый большой камень преткновения. Люди говорят о формах, созданных их мышлением, в соответствии с тем, что им нравится или не нравится. Поэтому никто не может ни знать вас, ни говорить о вас. Таким образом, ничто вас не затрагивает. Но не рвите отношения с другими, так как вы все равно не можете от них отстраниться. Расширение эго до единства Сознание, которое чувствует единство во всех отношениях, которое никогда не вступает в противоречие ни в каких отношениях – это совершенство. Чувство, что я есть он, придет само собой. Это не так, как если бы вы заставляли себя чувствовать, что я есть он. Не приписывайте это чувство себе, а действуйте так, чтобы оно пришло к вам автоматически, само по себе. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...